Фестиваль народного творчества в Институте филологии и межкультурной коммуникации. Нас очень радует то, что несмотря на непростую эпидемиологическую обстановку, удалось приехать и очень участвуют сегодня на галоконцерте многие творческие коленки. У ВКонтакте новый владелец. Какое будущее ожидает самую популярную соцсети СНГ? Должны были быть предприняты меры для того, чтобы максимально приблизить это к состоянию контроля. Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Алина Сафина. Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров встретился с представителями компании «Палисан». Обсуждались направления сотрудничества в области совместной разработки инновационных медицинских препаратов. Компания «Палисан» выразила заинтересованность в научных исследованиях КФУ и предложила выступить в качестве индустриального партнера университета с целью дальнейшей коммерциализации его проектов. Сагас купил долю ВК у группы Алишера Усманова и его партнеров. Подробнее в нашем следующем сюжете. Социальная сеть ВКонтакте является одним из самых популярных мессенджеров Российской Федерации. Штаб-квартира ВК находится в Санкт-Петербурге. В свое время на выбор названия сети оказали влияние два фактора. Во-первых, ее создатель Павел Дуров, который переосмыслил фразу в полном контакте с информацией, которая была джинглом радиостанции «Эхо Москвы». Во-вторых, среди вариантов названия искали те, которые не будут ассоциировать сайт с определенными социальными категориями и классами. Для этого идеально подходило слово «Контакт». В контексте вот этого основного проекта действует также и широкая международная сеть, которая называется «Экосистема ВК». И вот в рамках вот этой экосистемы мы уже видим целый ряд дополнительных возможностей, такие как платежный сервис, такие как подписки различного рода, доставки еды и целый ряд дополнительных возможностей, которые расширяют вот эту основную задачу. Но подчеркну, что все-таки основная задача ВК – это работа на информационном рынке, это работа с объемами информации. Летом 2011 года произошло по-настоящему неординарное событие. Павел Дуров приехал в московский офис Mail.ru Group для встречи с гендиректором Дмитрием Гришиным и обсуждения дальнейшей дружной жизни. Два человека, которые годами олицетворяли разные полюса отечественного интернета, говорили о закупке серверов, объединении даты центров и прочих совместных проектах. До осуществления давней мечты Гришина о полной интеграции ВКонтакте в состав холдинга Mail.ru Group оставалось совсем немного. После этой встречи Павел Дуров решил отказать в сотрудничестве, но спустя какое-то время передумал и с 16 сентября 2014 года единственным владельцем ВКонтакте стала Mail.ru Group. 2 декабря 2021 года SoGas купил косвенную долю ВКонтакте. У мегафона, принадлежащего группе Алишера Усманова и его партнеров. В сообщении на сайте страховщика говорится, что совет директоров SoGas одобрил 45% участие в капитале акционерного общества МФ-технологии, контролирующего 57,3% голосов ВКонтакте. Председатель совета директоров SoGas Алексей Миллер заявил журналистам, что компания рассматривает участие в капитале МФ-технологии как перспективную стратегическую инвестицию. Должны были быть предприняты меры для того, чтобы максимально приблизить это к состоянию контроля. Я ожидал, что это чуть раньше будет сделано, что Алишер Усманов чуть раньше передаст одной из приближенных к государству компаний соответствующие социальные возможности, цифровые технологические возможности, какими являются ВКонтакте. Но это произошло сейчас. В сообщении USM подтверждается, что в результате сделки весь пакет акций в капитале ВК был продан группе SoGas. Сумма сделки не раскрывается. Амир Ахтямов, Универньюз. В голубом зале главного здания Казанского федерального университета состояла встреча руководства КФУ с делегацией посольства Королевства Нидерланды в Российской Федерации. На встрече обсуждались вопросы потенциального сотрудничества между Казанским федеральным университетом и представительством Голландии в России. Это визит мне очень понравился. И да, ну, конечно, это задание, это очень историческое задание, и я никогда не был раньше, и поэтому, да, мне кажется, очень интересно и очень понравилось. В Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета состоялся гала-концерт Приволжского молодежного фестиваля народного творчества «Национальное достояние». Смотрим. Фестиваль народного творчества «Национальное достояние» проходил с 1 ноября по 8 декабря в рамках Года родных языков и народного единства в Татарстане. В мероприятии приняли участие творческие коллективы и сольные исполнители, учащиеся 9-11 классов, студенты вузов и средних специальных учебных заведений регионов Приволжского федерального округа. Проводим уже более 10 лет данный фестиваль. Нас очень радует то, что, несмотря на непростую эпидемиологическую обстановку, удалось приехать и очно участвуют сегодня на гала-концерте многие творческие коллективы из ряда регионов нашей необъятной страны. А в целом более 150 заявок в разных номинациях было подано на наш фестиваль. Были присланы работы из Башкирии, из Чувашии, из Мордовии, далее из Нижегородской области, из Мариэл, но даже в этом году были работы из Узбекистана. Фестиваль проходил по нескольким номинациям вокально-инструментальное исполнительство, вокально-инструментальный ансамбль, хореографическое, театральное искусство, художественное слово и другие. Традиции, культура, без знания той истории, которую даже сегодня за маленький вот этот пролог мы узнали, посмотрели всю красоту истории нашего Поволжья. На очный этап прошли только самые-самые лучшие. Компетентное жюри отобрало самых сильных, самых классных, самых лучших. И сегодня они будут выступать на сцене Института филологии межкультурной коммуникации, представлять свои номера также членам жюри и студентам нашего института и университетам. Фестиваль проводится с целью сохранения и развития языков, культуры и традиций коренных народов Поволжья. Елизавета Никитина, Александр Кузнецов, Универньюс. В здании Института международных отношений Казанского федерального университета состояло закрытие мероприятия «Конференция по трудоустройству». С участием Тимирхана Алишева, Рамиля Хайрудинова и сотрудниками Московского государственного института международных отношений. Данная конференция была направлена на помощь студентам в официальном трудоустройстве в университетские структуры, что позволит получать не только деньги, но и бесценный опыт и практику. В Казанском федеральном университете продолжается презентация деятельности научных кружков институтов. Свои наработки в области научных исследований представил Институт фундаментальной медицины и биологии, а также химический институт имени Бутлерова. Направление деятельности кружков, которые у нас в институте реализуются, они связаны, неразрывно связаны с научно-исследовательской деятельностью, которая шляет сотрудники. По сути, мы химики, это понятно, что это синтез, это строение молекул, это изучение свойств, реакционной способности отдельных молекул, супермолекул, либо уже материалов на их основе. В музее имени Лобачевского состоялось открытие выставки «Деньги», подготовленное совместно с Институтом управления экономики и финансов Казанского федерального университета. История денежного обращения России представлена через археологические находки на территории Республики Тарстан, монеты и ассигнации из частных собраний. Ознакомиться с экспозицией можно до 1 февраля. Деньги были с тех самых времен, когда люди начали обмен друг с другом. Один товар на другой вид. Деньги были разные, мы многие знаем, какие они были, вы увидите все виды денег. Ну, в большинстве основные, которые ходили прежде всего на Руси, это меха, которые тоже были средством обмена. Но мне очень радостно открывать эту выставку. Шесть студентов Казанского федерального университета вышли в полуфинал Международного студенческого чемпионата по спортивному программированию, который состоится весной 2022 года в Санкт-Петербурге. Ребята занимаются в Олимпиадном центре по программированию КФУ, где студентов готовят как сотрудники института, так и старшекурсники, имеющие большой опыт в Олимпиадном программировании. В центре игр с полной информацией имени Карпова прошел БЛИЦ-турнир по шахматам среди студентов и преподавателей. Он проходил в швейцарской системе. Всего было разыграно 7 партий по 7 минут на каждую. При этом несколько игр прошли в онлайне, на шахматной площадке, созданной Институтом вычислительной математики и информационных технологий. На этом все. В студии была Алина Сафина. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok